На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский провел традиционное совещание. Один момент, наверное, можно отметить в положительную сторону. Это тот самый лед, о котором неделю назад мы еще говорили. 5 декабря в честь контрнаступления Красной Армии в битве за Москву в России отмечается День воинской славы. Более 60% тех, кто у нас на стене памяти, погибли именно в битве на Москву. Видновская школа номер 4 отметила 60-летний юбилей. Очень добрые учителя, здесь такая хорошая атмосфера. Здесь очень дружно, уютно, приятно. В Дворце культуры «Видное» прошло оперативное совещание главы Ленинского городского округа Алексея Спаского. В нем приняли участие заместители главы, начальники территориальных отделов, организаций служб и предприятий муниципалитета. Подробнее о вопросах, которые обсуждались в сюжете Натальи Буслаевой. Оперативное совещание главы Ленинского городского округа началось с доклада единой диспетчерской службы. За прошедшую неделю поступило более тысячи обращений граждан по разным вопросам. Далее главный врач Видновской районной клинической больницы Бутай Бутаев проинформировал собравшихся об эпидемиологической ситуации в муниципалитете. Здесь большое количество заболевших ПР и ГИБО. Большое количество людей в обществе за прошедшую неделю было практически 9 тысяч. Сотрудники МЧС рассказали о происшествиях и чрезвычайных ситуациях на территории округа. Восемь пожаров. Один случай пожар в ТОВ, один пожар в артерии, короткое замыкание электросушилки, белья, сгорел один на самобильстве. Один пожар в помещении котельной, в Комзоне. Министром с домоходом печи и один пожар в строении больницы, тоже министром с домоходом печи. Начальник управления образования Наталья Киселева доложила о том, что на прошлой неделе школьники приняли участие в тесте по истории Великой Отечественной войны, о работе рождественских чтений и о других мероприятиях в учебных заведениях муниципалитета. Обучающие с 10 классов у нас выполняют региональные диагностические работы. Глава округа, подводя итоги встречи, отметил, что в данный период особо внимательными нужно быть коммунальным службам и держать на контроле внутридомовое газовое оборудование и уборку дворовых территорий. Один момент, наверное, можно отметить в положительную сторону, это тот самый лед, о котором неделю назад мы еще говорили. Наверняка, я думаю, что он там нарастает в хорошей динамике, но тем не менее начальникам терророделов и профильным нашим службам можно здесь вот на стыке все-таки отконтролировать с тем, чтобы не допустить никаких случаев. В завершении совещания Алексей Спаскин напомнил о праздничных событиях в декабре и о подготовке катков с искусственным льдом, на которых пройдут два масштабных мероприятия. Показательные выступления известных фигуристов и матч звезд хоккея. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. 5 декабря в России отмечается День воинской славы. В 1941 году в этот день Красная армия перешла в контрнаступление против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. Традиционно на Аллее славы в Видном собрались представители руководства округа, общественники, местные жители. Эта историческая битва стала первым шагом на пути к Великой Победе 1945 года. 5 декабря на Аллее славы вспоминают тех, кто сделал вклад в победу под Москвой. И важно это мероприятие прежде всего для подрастающего поколения. В почетном карауле застыли мальчишки и девчонки, воспитанники клуба «Ратник». Это нужно. Кто прошлого не помнит, того будущего не будет. У меня дети, каждый тренировок заступает на службу Отечества. Сейчас идет новый героик, новые ребята, новые приходят. Сейчас фронты в госпиталях вижу молодых ребят. Эти ребята нас еще успокаивают, слезы на глазах. А он успокаивает, говорит, так значит надо было, я готов стоять на защиту Отечества. 5 декабря контрнаступлением Красной армии против немецко-фашистских войск закончилась более чем двухмесячная битва за Москву. Мы традиционно здесь помним историю, отмечаем эти даты и события и делаем все для того, чтобы написанные нашими предками героические страницы этой истории жили в веках. Глава Ленинского округа Алексей Спасский отметил вклад Подмосковья в битву, ставшую легендарной и вошедшую во все учебники истории. Землю Ленинского округа напрямую данные события не затронули, но так же как и вся страна, и людьми, и промышленностью, все стояли в одном строю, и более 170 жителей нашего округа были награждены медалью за оборону Москвы. Особо стоит отметить вклад тех, кто отправился на битву за Москву с Видновского края. При создании книги памяти, когда я изучал, оцифровывал все эти данные, более 60% тех, кто у нас на стене памяти, погибли именно в битве над Москвой. И глава сказал, что 150 были награждены медалью, но это те, кто выжили в этих сражениях. А в основном те, кто ополчили, 6-я дивизия, они полегли полностью. Закончился торжественный митинг возложением цветов к памятнику павшим в Великой Отечественной войне. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Видновская школа номер 4 отметила 60-летний юбилей. Поздравить любимую четверку на большой праздничный концерт пришли ученики, их родители, ветераны школы и выпускники разных лет. Среди гостей была и наша съемочная группа. Ее история началась в далеком 1962 году. Одна из старейших школ Виднова, четвертая, за 60 лет пережила немало, но всегда славилась своими педагогами и душевной, практически домашней атмосферой. Неудивительно, что на большой юбилей и праздничный концерт пришло множество гостей. Представители администрации, бывшие выпускники школы разных лет, учителя, когда-то работавшие здесь. Ну и какой же день рождения без подарков? С высокой честью и достойно отвечать на все вызовы современности, мы хотим подарить вам сертификат на укрепление материально-технической базы на 100 тысяч рублей. За 60 лет у школы сменилось множество руководителей, но Галина Васильевна Исаева стояла у руля целых 30 лет. Именно она смогла собрать тот самый коллектив, которым по праву гордится учреждение. Учителя самые золотые, самые ответственные, самые серьезные и самые человечные. Они очень любят своих, любили, любят, и я надеюсь, будут любить своих детей, школьников. Поэтому вот у них большие хорошие успехи. Здесь всегда была доброжелательная, мирная, прекрасная обстановка. Просто я, все учителя, все у нас директора школ настолько были прекрасные, ну, хотелось бежать в эту школу. А потом дети за километр тебя видят, Динаевна Владимировна, и бегут. Это, ну, я не знаю, это ни с чем несравнимая радость. Одна из старейших школ города, и вот это знамя, кузница кадров, она несет до сих пор. Потому что здесь работают люди увлеченные, люди заинтересованные, настоящие учителя. Поздравить школу с юбилеем вызвалось множество учеников. Они подготовили танцевальные и вокальные номера, детрализованные сценки и рассказали, почему ее ценят и любят. Очень добрые учителя, здесь такая хорошая атмосфера. Здесь очень дружно, уютно, приятно. Мне нравится, что здесь многолетняя история. Ну, вообще, хорошо здесь очень. Я учусь здесь с первого класса, знаю всех учителей. С ними всегда очень хорошо. Они добрые, очень хорошо объясняют темы. Уже год школа номер 4 входит в состав Видновского художественно-технического лицея. И не только сохраняет свои добрые традиции, но и приумножает их. Ну, я надеюсь, что вместе, я знаю, что вместе мы сила. И помня корни, помня истоки, и имея то, что мы сейчас имеем, наш дружно-сплоченный педагогический коллектив, впереди нас будет ждать только успех. С праздником коллектива! Музыкальные и танцевальные выступления чередовались с теплыми словами поздравлений. Желаю ее процветания, чтобы она еще столько же работала и всего-всего хорошего. Хочу пожелать школе, чтобы она несла вот это знамя, знамя просвещения, образования в районе, и чтобы здесь было как много больше медалистов, как много больше победителей Олимпиад. Потому что все для этого есть в школе. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видное ТВ. В центре спорта Молокова прошел турнир по дзюдо, посвященный памяти героя Советского Союза, генерал-майора ГУВД Московской области Александра Балясникова, а также воинов-участников спецопераций на Украине. В состязаниях приняли участие воспитанники клуба Орленок и юные спортсмены из Домодедова. Музыка Торжественно друг напротив друга выстроились участники турнира, юные дзюдоисты и организаторы, а также почетные гости соревнований, сотрудники главного управления МВД по Московской области. В своих приветственных словах они вспомнили и героя Советского Союза Александра Балясникова, в памяти которым и был организован турнир. Ему пришло название героя Советского Союза за то, что он уничтожил штаб Садежникова, выполняя свой интернациональный долг, тяжело раненый, обгоревший, уничтожил этот штаб, за что он был в условии вызвания героя Советского Союза, получена звезда Героя Советского Союза и Героя Федерации. Соревнования посвятили также и памяти воинов-участников спецопераций на Украине. Как отметил председатель Совета ветеранов МВД по Ленинскому городскому округу Алексей Чучев, юное поколение должно воспитываться на примерах героев. Дзюдо, бокс и другие виды спорта, это вот они закаляют характер у ребенка самая, вот они становятся сильными, верными. И хотел бы сказать такие слова. Отцовскую школу умения жить я с детства запомнил, ее не забыть. Когда за советом к отцу приходил, всегда мне бывало он говорил, чтобы жизнь своей сын ты достойно прожил, чтобы именем честным всегда дорожил, чтобы в трудное время не сломлен ты был, любовь, честь и дружбу в душе сохранил. И эти вот последние слова, они являются, так сказать, для молодого поколения, я считаю, ориентиром в дальнейшей жизни. В благодарность за поддержку в организации турнира от ГУ МВД по Московской области были награждены директор ДК «Буревестник» Наиля Обзялова и руководитель спортивного клуба «Орленок» Гаджимурад Гаджимурадов. В турнире приняли участие начинающие спортсмены, мальчишки и девчонки 9-11 лет. Но многие из них уже имеют желтые, а кто-то и оранжевые пояса. И эти соревнования помогут победителям продвинуться в спортивном росте. Победы, завоеванные на этих соревнованиях, дадут спортсменам возможность выполнить массовый вид спорта, юношеские разряды. В дальнейшем для того, чтобы расти, спортсмену надо набрать 10 побед, тогда он получает 2-й разряда и завоевывает, получает право сдачи экзамена на желтый пояс. Больше 30 ребят вышли в этот день на татаме. Мухаммад Елхарой в свои 11 уже обладатель оранжевого пояса. На борьбу настраивается решительно. Зачем спортсмену соревнования, на твой взгляд? Чтобы выигрывать, не проигрывать. Можно проиграть, но надо всегда почти выигрывать. Я выиграю, проиграю, но я не расстраиваюсь. Заглядывая наперед, хочется сказать, воля к победе и в этот раз помогла мальчишке. Все поединки Мухаммад выиграл и занял первое место. Насте Дорогавцевой повезло чуть меньше, и все же боевой настрой и поддержка старшего брата, который уже сам судит, не сломили духа спортсменки. Думаю идти дальше и побеждать, исправлять свои ошибки, чтобы становиться сильнее, учиться на своих ошибках и ошибки не допускать. Продолжать проводить соревнования по разным видам спорта – такая задумка есть у организаторов. Молодое поколение должно вырасти здоровым и сильным. У меня четыре внука и четыре внучки, поэтому вот эти гаджеты, компьютеры, да, конечно, бесспорно, их мне надо владеть, надо уметь, мы в самолетном мире находимся, но разгружаться нужно людям. И вот эти два-три часа, которые они занимаются спортом, футболом, болибодом или вот зюдо, это, конечно, дает возможность отвлечь эти мозги и хорошо учиться. Вот это цель моя, чтобы наше поколение подходило здоровое, умное, и тогда нам на нашей огромной стране никаких бед и всяких проблем не будет. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошлева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!